Ситуация на грани фола. Дочка боится выйти из дома, даже в магазин или на почту. Крик о помощи из Псковской области. Он же комментарий главной героини местных новостей на региональном форуме. Пишет Елена Перчикова из деревни Томсино Себежского района. Мать шестиклассницы, ставшей в одночасье известной всей округи. Все из-за письма в Кремль. В конце года 12-летняя Тасия в обращении к президенту просила помочь семье с техникой для сельского хозяйства. Дескать, мать-санитарка не справляется с огородом без мини-трактора. Когда послание было обнародовано, женщине и ее дочери стали помогать неравнодушные люди и даже благотворительные фонды. Вот только новые вещи или, например, новый компьютер для школьницы местные жители восприняли чуть ли не как личную обиду. По крайней мере, Елена Перчикова заявляет, семья столкнулась не просто с буллингом, а с угрозами их жизни. Причем не только со стороны одноклассников, но и взрослых односельчан. Тася перешла на дистанционную учебу, мать уволилась из больницы, боятся расправы и даже не исключают того, что их сельский дом просто могут сжечь. Словом, напряжение в отдельно взятой деревне дошло до предела, так что пришлось мешаться и губернатору, и омбудсмену, и даже следственному комитету. Что происходит, выясняла Зинаида Курбатова. Зинаида, добрый вечер. Здравствуйте. Ну что, правда теперь собираются переезжать вообще? Возможно, переедут, сейчас обдумывают эту ситуацию. Тася Перчикова стала известна на всю страну, и не потому, что написала президенту, а потому, что вокруг закрутилась неприятная история с участием взрослых и детей. Тася дразнят, причем жестоко. Помимо того, что ни своя, ни деревенская, это еще и внезапно свалившиеся подарки и помощь. Сегодня в деревню Томсина Псковской области выехала комиссия. Мать и дочь Перчикова закрылись в доме и интервью давать не стали. Я не буду с вами общаться. Требует сопровождение, как говорят специалисты. Возможно, скоро Елена Перчикова сможет зарабатывать больше. С мамой сегодня проговорили ряд мероприятий, которые связаны с ее трудоустройством в сфере здравоохранения, с возможностью повышения ее квалификации, с возможностью продолжения обучения дочери в тех условиях, которые сегодня необходимы девочке, потому что есть планы по дальнейшей профессиональной учебе. Члены комиссии призвали сельчан отнестись терпимее к Перчиковым. Ведь речь идет о несовершеннолетней. И надо быть терпеливее и деликатнее. Вывод, который можно сделать сразу. Семья Перчиковых состоит из трех человек. Юрий, гражданский муж Елены, пришелся по вкусу с соседем. Он общительный, разговорчивый, на своем автомобиле поможет довезти в Себиш. Все, все есть. Организация ведь. Он там работает, Юра. Никаких вопросов. Все помогут. Сосед Валерий Васильев тоже дружит с отчимом Таси. Мы с ним очень дружим. Я ему и помог там и сарай построить. В общем, в хороших мы с ним отношениях. А вот Елена, ее дочь, сразу же вызвали неприятие и немодной одеждой, неблагосостоянием. Не уважили. Она сама-то общается. Она сама не стала с ними общаться. С кем нужно, она общается, с кем нужно. Вот мой сосед там рядом живет. Она с ним общается. Сосед мужчина, которому 72 года. И общается, с ним общается. Что может быть у 12-летнего ребенка, у общего с 72-летним мужиком. Тася меньше года в деревне. Она всю жизнь провела в большом городе. Она абсолютно не закомплексованная, уверенная в себе, даже артистичная. Сельчан особенно обидела то, что Тася не захотелось ходить в сельский клуб и библиотеку вместе с другими детьми. И она сразу же это продемонстрировала. Не стесняясь, говорила это взрослому. У нас 12-летние дети думают немножечко иначе. Да, да. Немножко. Они дети. Простите, они дети. В 12 лет они дети. Даже в 17 лет у нас девочка 17-летняя. Ей почти 17. Это ребенок. Теперь жители Томсена, по их словам, просыпаются. И сразу же к компьютерам в социальных сетях они получают сообщения со всей страны. Неприятные слова. И все это из-за городской девочки Тася, которая не хочет быть как все. У нас одна большая семья. И вы знаете, это, конечно, очень тяжело. У нас люди некоторые плачут, не выдерживают то, что написано в комментарии. Поверьте, это тяжело. У нас, когда приехали Перчиковы, к ним же соседи со всей душой отнеслись. Возможно, Перчиковым придется переехать. Вопрос это сложный. Если они решатся на это, власти им помогут. А вот были ли угрозы матери и дочери? От кого они поступали? Такие выводы сделает комиссия. Пока что напрашивается один вывод. Люди переехали из большого города в деревню. Возможно, мама и отчим должны были объяснить девочке, что ей нужно стать своей в новой среде. Уважать ценности и правила, которые приняты в деревне. Она не пошла в клуб и тем нанесла глубочайшую обиду. Ведь там собираются все дети деревни. И там сидят за компьютерами, а у Тася есть свой ноут. Тася позвали в библиотеку. Она ответила, что мама не велит ей проводить время в этом месте. Новая обида. Гордыня не дала найти общий язык с соседями. Эту обиду можно загладить. Но чем больше времени пройдет, тем сложнее будет это сделать. Синяя Докурбатова о тех, кто выделяется. Синяя Докурбатова о тех, кто выделяется.